Это мой наставник, человек, который познакомил меня с этим бизнесом, с этим проектом, с этим производителем. Человек, который смог мне вообще открыть этот мир нутрициологии и продуктового маркетинга, потому что я вообще, как я говорю, не пила никакие венамины, и я все думала, что это все из одной серии. Вообще все, вот это вот, все из одной серии. Там без разницы, кто производитель, все из одной серии. И очень рада, что как-то получилось у нее довести до меня, мне услышать. Поэтому прошу любить и жаловать. Лена Шибарова. Мы перестали считать свой возраст и согласны, что наши года – это наше богатство. Я стала транслировать вот эту тему «Красивое взросление», потому что я увидела огромное количество, ну особенно женщин. Мужчины такие же, они просто не признаются. Но женщины что делают? Они напуганы и бегут в косметологию. И вот я, нафициолог, я вам расскажу, почему я становлюсь для антинафициолога. Это отдельная тема. Я вижу, что разваливается внутри, но не слышит, который увидит, что крем какой-то волшебный. «А что ты делаешь с тканью? Нужен такой крем? Или бежит там у волоса?» А у нас почему-то происходит так, мы встречаемся, ну, конечно, уже давно, а люди встречаются и начинают друг перед другом. «Но у меня же давление, ты же понимаешь, у меня 140». «Ой, у меня вообще, слушайте, почему-то, как взят с вот этими болячками, думают почему-то, что это какое-то превосходство. А на самом деле, мне кажется, давно уже стыдно было бы говорить, у тебя что-то болит. Ой, как бы хорошо сделать такое, чтобы правда было прозрачное животико у нас. Потому что любая болячка была бы там отражена. Почему-то, когда у меня возникло желание нести эту идею красивых взрослений, и я сейчас ведь не о том, что мы должны иметь идеальную кожу. Я тоже могу пойти к косметологу, на полуце, и, поверьте, у меня не будет. Мужчин, когда у меня сейчас есть, и меня украшают. Вот, я знаю, и вот женщины, которые так делают, я вижу, как иногда на меня смотрят, и думают, что, что, я не вижу, что-то, что-то она так приводила, все в себе удивовала. Я считаю, что красивое взросление, когда у нас есть желание, когда мы молоды, не только на уровне тела, но и на уровне души, когда это баланс. Потому что, когда говорят, я молод душой, но при этом тело разводится, ну, мне кажется, это совсем не об этом. Или же, либо же, да, когда у нас тело идеальное, спорт, тренажеры, в жестком теле мы себя держим, идем, еще ботокс накололи, и все у нас нормально по глазам. Как-то не хочется с человеком общаться. Вот, поэтому все в балансе, и мы про баланс. Так вот, почему я себя в какой-то момент стала называть анти-нутриционоком, хотя я образование анти-нутриционоком получила в 2005 году, а до этого я профессиональный бухгалтер. Это о том, а что, ты врач, что ли, что ты мне говоришь про здоровье? Мы же понимаем, что медицина в здоровье не имеет отношения, да? Почему я стала говорить, что я анти-нутриционок? Потому что, когда мы начинали, эта тема была непонятная, да? И было очень сложно донести человеку идею здоровья, идею от необходимости внутри церкви. Но если ты это носишь, ну, по крайней мере, все октябрь тебя слышит. Сейчас невероятная сложность, потому что это уже модно, это уже понятно, все хотят быть с золотами, их так много. И часто это как выглядит? Получил какой-то сертификат, даже не научили, с чем тебе работать, даже не дали конкретные продукты, то, что мы делаем, да, с вами. Мы больше в этой сцелке идем на практике, чем в теории, да? Потому что мы знаем, как это работает. Научили читать анализы, научили что-то показали, прописывать схемы, не показав, где взять эти продукты. То есть, а что человек купит? Согласны, что от того, что он купит, будет зависеть получше, получит он продукт от рига? Да? Можно же и омега, это традиция, если кто-то не из свинца полно. То есть, мало того, что нутрициологи сегодня больше, ну, большинство, ну, не бывает это слово сказать, потому что я общаюсь со многими, они не знают, с чем работать, соответственно, они не могут помочь людям. Полное мнение. А второй момент, вот человек ходил к доктору, ходил, его там лечили. Вдруг он понял, ой, что-то он сейчас в доктору не может находить, сейчас могут находить к нутрициологу. Он приходит к этому же нутрициологу, но с теми же анализами он получает ну, схемы, ну, пусть не лекарства, но бады, и он начинает, он продолжает лечиться. И мне это не близко, вообще не близко, потому что есть разные пути. Есть, можно уйти от чего-то, сбежать, на страхе. То есть, вот, как Юля выловила, пока не клюнет петух, иногда вот, ничего мы не сделаем. А можно быстро и стратегию здоровой, красивой жизни. И если каждый человек подумает, а как я буду выглядеть 50, 60, 70, 80, 90, 100, то, наверное, им случится то, о чем мы с вами говорим. Человек будет взрослеть, красиво взрослеть, потому что у него не было страха, что что-то случится с ним там через 2-3 года, 5-10, 15, да? Как же это сделать? Во-первых, я сейчас хочу поддержать детскую тему, еще два слова сказать. ответственность родителей. Вы знаете, вот про периоды жизни? Ну, каждые семилетки, она зачем-то нужна. Так вот, первый семь лет жизни это ответственность родителей заложить в ребенке, в человеке, в дороге. Это самая главная ответственность каждого родителя. Мы для этого нужны детям. Потом уже семи лет они ходят в социум, а потом, ну, в общем, дальше, дальше, дальше. Но это самое главное, потому что до семи лет формируются все, все органы, системы, и от того, что мы с вами сделаем, будет понятно, будут ли наши дети, внуки даже детей рожать. Это просто, понимаете, это не какое-то уже желание, что ли, это наша необходимость, это наша ответственность. Ко мне приходит как к нутрицовому человек и говорит, мне болит ну, что там, как правило, болит все. Да? Мне надо это, это, это и это, и тогда я задаю один вопрос. Я спрашиваю, хорошо, давай так, давай, я не доктор, и поэтому вот это то, что ты мне сейчас сказала, чаще все-таки это женщины, мы это все оставим, а ты мне ответ только на один сейчас вопрос, что ты улучшить, хочешь улучшить в своем состоянии уже сейчас, быстро. Что ты хочешь сделать, чтобы уже завтра тебе было по-другому лучше? Как вы думаете, что отвечают сегодня большинство людей? Энергия. Люди снаружи. Энергия. Основная масса людей сегодня отвечает, мне не хватает энергии, ну, и возникающие, это стрессы, уже понятно, то есть, пару вопросов на водящих, я понимаю, что человек там не спит, или он в депрессии. А вы теперь скажите, что такое энергия? Зла нету. Почему? Двигаться уже, да? Понимаете? То есть, смотрите, как быстро помочь человеку, как быстро помогло мне восстановиться в 45 лет из женщин, которая не знала, что будет завтра, не знала, как вырастить детей, или, ну, просто, кто не знает мою историю, 40 лет я родила, и встретила ребенка, и я боялась, что я не смогу вырасти до ее совершеннолетия. Вот, жила в таком страхе. Когда человек в страхе жиле, что у него? Страх. Страх. Понимаете, что в таком страхе? Страх, это, наверное, один, ну, любые эмоции, любые эмоции, это обесточенность наша, да, то есть, если мы берем вот человека как что-то цельное, да, то вот это дырочки, это негативные эмоции, через которые уже энергия утекает, уже мы решаемся жизненной силой, жизненной энергии, уходит энергия, уходит здоровье, потому что понимаем, что все это за две наследовало. Так вот, когда через две недели на лицетине, на диком ямсе и на членной пыльце у меня стало много энергии, ребят, две недели всего, я вот сейчас вам, то есть, я через две недели заметила, понятно, что-то, то есть, ходила в пульсетину, но я поняла, так, что такое, я могу вечером много чего сделать, у меня голова светлая, и у меня что-то вот хорошо, я поняла, что, ну, я потом уже поняла, как это работает, что вот эти вот дырочки, они стали закрываться, энергия стала, то есть, почему закрываться, страх ушел, ушел страх, что завтра будет хуже и через 10 лет я умру, ну, предположим, потому что ты понимаешь, если что-то случается, у тебя есть, чем восстановиться, это было первым шагом, а теперь, смотрите, например, ну, опять же, приходит ко мне человек, который говорит, все плохо, плохо, все болит, и мы с ним решаем, что самое главное сейчас, это, чтобы появилась энергия, ну, он согласился, и хватает для меня, хорошо, давай мы забудем пока, все то, что ты мне говорила ранее, что там у тебя болит, если ты не собираешься, с кем-нибудь такие писать, потому что наша с тобой задача разработать вот эту стратегию оздоровления, омоложения, чтобы тебе завтра, послезавтра становилось все лучше, и тогда элементарная схема, как во всем, не только в здоровье, есть точка А и есть точка В, пока человек себя не увидит в точке В, в его жизни ничего не произойдет, возможно, он поменяет медицину на в данную традиционную, но быть полностью здоровым, он все равно не сможет, а полное здоровье, это что? духовное, социальное и физическое благополучие, и вот здесь в точке В, я вам сейчас просто очень рекомендую каждой написать свою точку В, не важно, сколько это время пройдет, просто напишите, какой я хочу быть в точке В, какой я себя вижу в точке В, и здесь нужно взять и здоровье, и внешний вид, и окружение, и мечты, ну все, максимально увидеть себя в этой точке, когда вы это сделаете, у вас появится вдохновение, что ли, шагнуть туда и сделать первый шаг, и этот шаг вы будете делать, опять же, не из страха, не убегая от старости, от болезни, не не убегая, а приближая, то есть ваш каждый шаг, и вообще не важно, что вы будете делать, это может быть освещение организма, это может быть пульсар, это может быть надребенок, коктейль, это может быть соус, хлорофилл, вообще не важно, просто все, что вы будете делать, это будет маленький шаг, один, второй, третий, четвертый, будет больше продукта, шаги будут увереннее, будет мало продуктов, шаги будут, но они будут просто меньше, вот и все, понимаете, что такое стратегия красоты, молодости, здоровья. В последнее время очень люблю рекомендовать даже не очищение организма, если человеку сегодня, если он в дефиците, в первую очередь, энергии, наша задача дать ему это, и мы никогда не ошибемся, если мы его накормим на первом этапе, то есть не будем решать, не будем объяснять, как важно очищение, он это пойдет, когда включится голова, когда он начнет что-то делать, просто дадим ему самый вкусный продукт, который есть в Элоспин, самый дорогой продукт, который есть в Элоспин, я имею в виду сейчас по составу, и если человек начнет, и мы все с вами, вот смотрите, если мы все с вами сейчас сделаем акцент на коктейли, на соусики и на кардицепс, то есть 3 коктейля в день любых перед едой, вместо еды, 3 соусика в день любых вместо чая, кофе и кардицепс по 2-3 раза, вы себя не узнаете через 2 недели, и вы дадите людям уверенность в том, что он будет с каждым годом, с каждой неделей становиться все лучше и лучше, а потом он точно разберется, этот человек и с бизнесом, возможно, и с программами, кто-то уйдет в психологию, углубиться, кто-то не будет, вообще не важно, самое главное, что человеку будет хорошо, и он будет с каждым днем молодеть и не будет бояться, что появится какая-то лишняя морщинка или седлый голос, потому что бояться при ней это, на самом деле, все люди боятся смерти, ну, где-то глубоко, и иногда просто этот страх связывает с внешним видом, но когда человеку хорошо, когда он выходит на другой уровень вообще в жизни своей, то другие задачи, другие приоритеты, и он уже начинает думать не о своей физике, вот как, физике, да, а начинает думать, а что я оставлю после себя в этом мире. И это очень красиво. Спасибо. Вы понимаете, да, почему я не могу отказать о беженщине, когда, подождите, почему я не могла отказать, и когда она что-то про мне начала рассказывать, я такая, ладно, послушаю. В итоге я уже не заметила, как я прислушалась, провалилась и осталась. В общем, спасибо большое и спасибо за субтитры, спасибо за просмотрю, спасибо. Спасибо.